Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там за кадром Женя. Привет! Сегодня у нас пятый выпуск новостей, сладкие новости, и мы снимаем необычные локации. Мы приехали в свою любимую Красную Поляну. Сейчас идет такой небольшой дождик, но мы все равно снимаем для вас выпуск. Мы приехали, хотели снять красивый выпуск, пока было солнышко. Мы все расчехлили, достали, выставили. Я был уверен, что у нас были заряжены микрофоны, а они вообще не включались, были в нуле разряжены. Надо сказать, пока микрофоны заряжались, мы посидели, попили кофеек, полюбовались видами, поработали, поэтому еще страшного не случилось, но вот дождь пошел. Поэтому для вас со всей любовью мы снимаем выпуск и сбор. Да, будем немного торопиться, не будем затягивать, просто потому, что я боюсь, вдруг пойдет ливень, и нам придется вообще перемещаться куда-то под крышу, поэтому давайте перейдем к новостям. В России предложили запретить промо-акции сетям фастфуда. У нас в России, оказывается, есть институт исследования проблем современной политики, который занимается чем? Политикой. И его директор Антон Орлов написал письмо Роспотребнадзор с предложением запретить сетям фастфуда делать скидки покупателям. Он считает, что эта еда очень вредная, а заведение быстрого питания почти всегда использует всякие акции, купоны, бонусы и скидки, чтобы стимулировать людей покупать вредную еду. Очень интересное предложение. Да, мне кажется, оно неоднозначное. С одной стороны, да, фастфуд – это очень плохо, это вредно, и бесспорно эта мера могла бы как-то снизить спрос на эту продукцию, но есть и другая сторона. Во-первых, что считать фастфудом? Фастфудом. Только гамбургеры и чизбургеры или холла. Но на самом деле, например, шаурма, блины – это же тоже фастфуд. Русские пирожки – это же тоже получается фастфуд. Да, и потом шаурма, например, может оказаться сильно полезнее, чем порция жареной картошки в масле. Ну вот да. И во-вторых, это же очень сильно ударит по бизнесу, который так со времен 2020 года, пандемии, недавних событий чувствует себя не очень комфортно, честно сказать. Мне кажется, надо просто людям прививать привычку правильно питаться, а не ограничивать скидки на фастфуд. Согласна. У нас, кстати, усилился дождь, я предлагаю убрать ноутбук все-таки в рюкзак. Победа начнет продавать еду у выхода на посадку. Многие у нас в стране летают Победой. Мы тоже, кстати, часто летаем Победой. Правильно? Да, последний раз мы летали в Питер год назад Победой. Да, да, да. Но до этого мы часто летали же в Москву Победой. Так вот, люди часто жалуются, что в полете нет ни еды, ни напитков, кроме обычной водички. Они даже ни чай не предлагают, ни кофе, ни соки, ничего там купить нельзя. Если полет короткий, то это, как правило, не проблема, но, кажется, нас заливают сейчас. Давай эту новость дообсудим, и, похоже, нам придется поменять локацию. Но на борту, если полет длинный, можете захотеться горячего чаю или что-то даже поесть. Буквально на днях Победа объявила, что уже этим летом у выхода на посадку можно будет купить себе еду в полет. То есть ее не будут приносить, как обычно, бортпроводники в самолете, а ты сам ее покупаешь и несешь в самолет, правильно? Ну, насколько я поняла, да. Ты сначала бронируешь еду на сайте, и у выхода на посадку ее уже забираешь, и с этой едой довольно счастливо идешь в самолет. И, как показали сотрудники Победы, в ассортимент будут включены 6 сетов и 8 напитков. Блюда будут готовиться за час-полтора до вылета. Ну, вообще классно. Главное, чтобы не продавали Роллтон, потому что, когда мы летели сюда, в этот раз, смешная история. Нордвинды решили продавать Роллтон у себя на борту, и весь самолет пах просто дошираком Роллтон. Да, нам сначала предложили воду, у нас рейс 3,5 часа, у нас еда не включена была в стоимость. И потом стали, значит, предлагать горячую еду, там всякие сосиски какие-то, еще что-то. Вот. И почему-то люди около нас решили поесть Роллтон, и прям вот там запах уже такой. Ну, тебе сразу хочется тоже Роллтон поесть, но мы сдержались. Потому что Роллтон за 300 рублей покупать было неохотно. Да, и вообще Роллтон не хотелось. Мы тут переместились, нашли новую локацию, она под крышей, но мне пришлось сесть на куртку, потому что я начну салову чуть мокрой. Зато я смогла достать ноутбук. В горах очень красиво, но дождь может пойти вообще в любую минуту, секунду. И сегодня, кстати, его не обещали совсем. Тут могут иногда люди ходить, но это ничего. Дальше к новостям. Батон с плесенью. В сети заверусили с фотографии батона с плесенью. Вот так вот он выглядит. На самом деле, никакой плесени, конечно же, на этом батоне нет. Это всего лишь дизайн упаковки. Ну, пока что нет. Конечно, если он слишком долго полежит, на нем плесень, конечно, может появиться. Дизайнер проявил креатив. И, скорее всего, уже получил по шапке. Ну, не точно, мы тут вы и похвалили. Но как этот дизайн прошел согласованию у остальных, это уже вопросики. Потому что это очень интересно, креативно. Но я не думаю, что люди захотят такой батон купить. Потому что на нем же не написано, что это дизайн. Лучше нужно понять. В целом, это выглядит как безобидная история. Бренду она не вредит. И определенный хайп бренд точно получил. У нас, кстати, в Ульяновске и так крепкий алкоголь после 8 вечера уже очень давно не продают. Да, у нас закон о запрете продажи алкоголя крепости более 15%. Действует уже давно, аж до 2011 года. Причем раньше даже по выходным его не продавали, помнишь? Да, да, да. Но в 2018 году выходные разрешили, но только тоже до 22.00. 20. Ой, до 8 вечера, короче. Да, а после 23.00 у нас вообще никакой алкоголь не продают. Кстати, да, Ульяновская область. А вы как считаете, правильно эта мера или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. А сама ты как считаешь? Мне кажется, что правильно. Я вообще против алкоголя. Это не значит, что я не могу бокал вина выпить. Но мне кажется, что... Короче, мне не нравится, что у нас все праздники обязательно с алкоголем. Почему-то у нас люди, многие люди, не все, они не могут отмечать без бокала вина или пива, или чего другого. А еще мне не нравится, когда вставляют других тоже обязательно выпить, выпить, выпить. Можно же вкусный чай заварить, например, какой-то. То есть, по мне, не обязательно, бутылка должна быть на столе. Мне вот кажется, сейчас все равно уже не такой культ алкоголя, как был раньше. В 90-е, по ощущениям, пили везде и всегда вообще. А сейчас это было как будто бы частью культуры. А сейчас уже не так. Да-да-да, я тоже вижу, что любовь к алкоголю, к спиртному, она слабеет. И это, конечно, очень радует. Врач назвал продукты, которые мешают уснуть. Итак, напоминаю. Горький шоколад, сырые овощи, цитрусовые, мясо и сухофрукты. Это внезапно. Эти продукты или вызывают активность мозга, которая нам перед сном не нужна. Это когда хочется о чем-то думать, а нужно спать. Или вызывают нарушение пищеварения и вздутия. С одной стороны, мне кажется, что список слишком маленький, его есть, безусловно, чем дополнить. С другой стороны, а что вот если очень хочется чего-то? Ну, круг с чаем, например. Мы вот вообще очень любим чай вечером погонять, правда? Еще как. Эта традиция настолько крепка у нас, что я не могу уснуть, если мы не выпьем хотя бы чашку чая перед сном. Ну, а если все-таки усну, то все равно проснусь через пару часов и пойду наверстывать упущенное. Но у меня РПП, как ты знаешь, поэтому что с меня взять? И вот, кстати, мне интересно, здесь написано перед сном, а если по ходу сна, например, я поспал, проснулся ночью, поел и дальше лег спать. Что, всего теперь больше не считается такое? Кажется, да, система несовершенна, у нее появилась пробоина. Это как видосе с чипсами. Вы смотрели, не знаю, ну, я видел, ты видел тоже. Когда там парень ел чипсы и взял пачку, и там написано КБЖУ, калории, белки и жиры, углеводы, 100 грамм продукта. Он каждый чипсинку плал вот так вот на весы, взвешивал, весы показывали ноль, и он со спокойной совестью это ел. В общем, насколько вы поняли, мы любим поесть, любим поесть и ночью, и перед сном, и это нормально. А как обстоит дело с этим у вас? Французская компания предлагает провести кулинарный тур в стратосфере. Французская туристическая компания The Falco собирается запустить роскошные кулинарные туры в стратосфере. Они планируют за несколько дней собирать путешественников на космодроме во Франции, то есть там будет начинаться кусок, они там будут знакомиться с процессом и потом посещать несколько эксклюзивных мероприятий. Интересно, а что за мероприятия такие эксклюзивные? Ну, я думаю, что там ничего на самом деле необычного, какие-нибудь дегустации еды, обернутый такой люкс, ну, потому что это же космодром, наверное, так. Еще какие-нибудь рассказы о полетах, в общем, красивые и богатые. Итак, значит, их привозят на космодром, это начинается такая тусовка, они там тусят, веселятся, в общем, пьянка такая небольшая. И спустя пару дней вечеринок группа туристов из шести человек по задумке отправляется в стратосферу, в стратокапсуле. Полтора часа они поднимаются на высоту 25 километров, три часа они там тусуются в стратосфере, их, значит, там кормят. Вот французские шеф-повара различными блюдами, у них даже есть бортовое сомелье, которое в условиях, там, есть невесомость, не знаешь? Нет. Нет. Ну, в общем, в условиях космоса они будут еще вино пить. Предварительная стоимость всего этого прекрасного удовольствия 132 тысячи долларов или примерно 10,7 миллионов рублей. С одной стороны, ценник не маленький, с другой, если у тебя есть мечта побывать в космосе, то как промежуточный вариант вполне норм, еще и на корме. А до космоса дольше нужно лететь? Да, да, насколько я помню, границы космоса – это 122 или 118 километров, но там НАСА и еще расходятся. Да? Они не договорились, сколько до космоса лететь? Не совсем. Да-да. Ну, то есть это получается в 5 раз дальше, но зато точно можно будет увидеть, что Земля круглая. Плоскоземельщики, просто шахмат. Да. Кстати, в этой стратокапсюле еще будет обязательно вай-фай, чтобы можно было фоточки постить, там, кружочки записывать и все такое. Ну, а теперь у сторонников теории плоской Земли точно правый глаз задергался. Это точно. В общем, эта история прикольная, она мне очень понравилась. Надеюсь, у ребят все получится, мы сможем это увидеть своими глазами, как проходят вечеринки в космосе. И потом, возможно, кто-нибудь у нас в России заколадится с вас в космосе. Художник использует пролитый кофе для создания картин. Итальянский художник Джулия Вернаделли придумала интересный способ для создания своих шедевров. Она проливает кофе на холст и смотрит, как оно разлилось, и из этого потом придумывает, что нарисовать. То есть у нее изначально даже нет идеи. Ну и, кстати, так как это кофе, она рисует не кистью, а чайной ложкой или деревянной палочкой. На своих картинах она изображает архитектуру, пейзажи, портреты, даже шедевры эпохи итальянского возрождения. Клево. Я вспомнил как раз площадь на Красной Поляне, на которой мы, собственно, сейчас находимся, которую разрисовал Покрас Лампас. Да, да, да. Она находится, эта площадь, на курорте Красной Поляны. Вот мы сейчас на Розахутер находимся на курорте. Она на Красной Поляне, на высоте 960. И я вообще обожаю творческих людей. Главное, чтобы они свою энергию направляли в хорошее русло, потому что иногда они перекреативят, и что-то очень такое непонятное получается. Я себя, кстати, тоже считаю творческим человеком. Надеюсь, что у моей энергии тоже нормальное русло сюда уходит. Ну, тех, кого ты считаешь, как будто бы они перегнули палку, может быть, мы просто до этого не доросли еще. Да, наверное. Но все же, хотя есть некоторые настолько сильные творческие порывы, до которых лучше, наверное, и не дорастать. Российские рестораны начали тестировать рецепты от нейросетей. Какие необычные блюда можно попробовать уже сейчас? Ну, нейросети сейчас в тренде. Мне кажется, их все пробовали, только ленивые еще не поигрались с нейросетями, вы их, кстати, тоже пробовали. Ну, и ресторан, конечно, тоже в стране не остались. Например, кофемания у нас в апреле запустила первый AI-завтрак, то есть завтрак от искусственного интеллекта. Они задали вопрос нейросети, чтобы выяснить, какие самые популярные у постоянных посетителей есть варианты завтраков. Нейросеть по их запросу им генерировала картинку. Угадай, что там? Каша? Нет. Сырники? Нет. Бриошь? Нормально. Ну, а потом повара уже на эту картинку посмотрели и по ней придумали рецепт. И в меню, кстати, это будет до конца мая, кто хочет успеть еще попробовать. Вот если будем в Москве, надо сходить, я бы попробовал такое. Ну, да, на самом деле это, по сути, обычная булочка с какой-то начинкой, но звучит модно и футуристично. А рецепт от нейросети. Как будто бы что-то необычное, а по факту просто маркетинг и тренды. Так как у нас сейчас совершенно необычный выпуск и совершенно непривычных условий, сейчас еще будет сюрприз. Мы с Женей поменяемся местами и последнюю новость он прочитает для вас сам. Так, ну хорошо. Всем привет. Мы решили так сделать, потому что новость про шашлычную, мне кажется, должен рассказывать мужик. Да, сколько ты там часто бываешь? Ну, не то, чтобы прям часто, но в студенческие годы частенько. Итак, новость. Ульяновцы собирают подписи, чтобы сохранить шашлычную на Федерации. Это новость из нашего родного города, как вы поняли. Но для ульяновцев она имеет межпланетарное значение. Дело в том, что у нас есть шашлычная, которая существует уже очень давно, но сколько мы с Юлей себя помним. Да. Это вообще уникум ресторанного бизнеса, потому что идет время, меняются поколения, а она все стоит на этом месте и вообще не меняется. Более того, в ней можно встретить кого угодно. Инженера, депутата, бизнесмена, ребенка, студента. Да, но если я отдельная группа людей, то да. В общем, вообще всех. То есть я всегда говорил, что целевой аудитории все нет, так вот шашлычка на Федерации в Ульяновске, она исключение из этих правил. Да, кстати, да. На самом деле там действительно хороший шашлык и достаточно приемлемый ценник. В принципе, он, наверное, даже самый низкий в городе. Да. Я хотела сказать, что она много лет так существует, она лет 20-30, и шашлык там хуже качества вообще не стал. Да, да. И вот им пришло уведомление о сносе, то есть в течение 15 дней им нужно снести эту постройку. С одной стороны, мне, конечно, очень грустно терять достояние города, в котором побывал каждый ульяновец. С другой стороны, улицу Федерации у нас сейчас пытаются капитально перестроить. Мы видели проект, и выглядит он действительно хорошо. И улица постепенно из трущоб меняется и превращается в что-то действительно красивое. Да, и там же уже даже расширили дорогу, положили брусчатку, там даже гулять стало приятнее. Да, уже намного приятнее. В общем, хотелось бы, чтобы и шашлычная на Федерации осталась, и тот проект улицы, который мы видели на бумаге, воплотился в жизнь. Может, шашлычки и администрации удастся договориться, и они как-то перестроят само здание. Они в новый домик перевезут. Да, да, перевезут в новый домик шашлычку, и она будет продолжать работать и радовать посетителей. Все. А в вашем городе есть такие места, которые стали достоянием, культурным достоянием, в которые все ходят и радуются? Напишите в комментариях, и мы, может быть, даже найдем про них новости, про них расскажем. Да. Это был такой необычный воскресный выпуск новостей. Он и будет еще точно один. Да. Если нас дождем не зальет здесь. Да. Пока. Тот проект, который мы видели на бумаге, олицетворился в жизнь. Так, подожди, заново. Олицетворился. Олицетворился. В общем, секунду. Так хорошо шел, а. Так хорошо шел. Олицетворился. 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 Давай сейчас микрофон сядет. Олицетворился. Олицетворился.